ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИИ Работы с детьми и подростками получил развитие, а ветераны организации продолжают активно трудиться. Все дела трудовые, патриотические, всю работу вместе с пионерами. В школах бываем часто, встречаемся на мероприятиях. Сегодня Союз комсомольских поколений, по сути, выезжает во все районы области для участия в пионерских сборах, слетах. Бывших пионеров не бывает. Выполнять законы организации значит быть верным честному пионерскому слову, высоко нести красное пионерское знамя. Я с теплотой вспоминаю пионерские годы. И сегодня, конечно же, молодому поколению, молодежным организациям, различным молодежным направлениям, хочется пожелать, чтобы они были социально активными, чтобы делали добрые дела, чтобы они не забывали и помнили историю нашего героического города. Ветераны пионерского движения вспомнили свое детство и комсомольскую юность. Это мои пионерские костры. Это те ребята, с кем я была в штабе. Это те ребята, с которыми каждый год, каждое лето ездили в лагерь пионерского актива «Альтаир», а зимой в лагерь актива «Комиссары». Это дружба. Дружба на все времена. Именно пионерское движение формировало в тех ребятах такие черты, как нравственность, ответственность, трудолюбие, самостоятельность и готовность служить на благо Родины. А пионерская организация имени Юрия Алексеевича Гагарина функционирует уже более 50 лет. Мы помогаем детям, ветеранам труда, участвуем во всех пионерских слетах. Пионер – это гордость. Всегда гордость берет. Можно сказать, что дружба, которая сложилась еще в далекие пионерские годы, до сих пор крепка. Всегда помню те моменты, которые… Я, знаете, у меня что-то сердечко вот так вот задрожало. Помним вот эти вот моменты и клятва, любить нашу Родину, да, и красный галстук, как символ нашей великой Родины. Это навсегда, это, наверное, невозможно уйти из души, из сердца каждого человека. Пионерское движение показало идеальный вариант воспитания детей. В Волгоградской области продолжают славные традиции пионерии. Ее ряды активно пополняются. Крепкого здоровья, успехов и слава благодарности ветеранам пионерского движения за участие в воспитании молодого поколения. Ну, а всем нам успехов в построении в дальнейшем пути по строительству справедливого общества, непобедимого государства. Только за весенние праздники ряды Всесоюзной пионерской организации имени Ленина пополнили более 700 детей. Мы присутствуем при историческом моменте. И я знаю, что наши пионеры, которые пополнили ряды нашей организации, достойно будут нести наши традиции. В формате видеообращения всех присутствующих поздравил и ветеран Великой Отечественной войны Мария Михайловна Рохлина. Стремитесь быть пионерами, стремитесь делать все на высшем уровне, чтобы ваши дела продолжались следующими поколениями. Уроженка Волгограда Александра Пахмутова поздравила всех с вековым юбилеем пионерии. Прославленный композитор отметила, что она всегда была душой и сердцем с родным городом. И помнила о сигналах горно, друзьях и пионерских кострах. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Волгоградская область – один из немногих субъектов Российской Федерации, где отмечается областной день вожатого. Его учредили постановление Волгоградской областной думы в 2021 году. Пионерские организации есть в 17 районах региона. Они объединяют более 3000 ребят. Илья Власенко, Александр Шишин. Время новостей. Сегодня ночью и завтра днем в Волгограде ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью юго-западный 4,9 м в секунду, днем северо-западный 7,12 м в секунду. При грозе порывы до 13-18 м в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 14, плюс 16 градусов. Редактор субтитров А.Семкин